Здесь все в первозданном виде. Как и 32 года назад, когда этот ГАЗ-24 сошел с конвейера. Легендарную черную Волгу Игорь Горгуша искал по всей стране. Полгода реставрировал. Сегодня автомобиль больших начальников одним из первых зафиксирует официальное открытие нового Ворошиловского моста. Мост долго ждали, пока был вынужденный перерыв. Поэтому в предвкушении, кроме того, что мы проедем по новому мосту и на нестареющей классике, вот такая эклектика современного мира, она нас радует и радует то, что перемены к лучшему. Право торжественно открыть движение получили автомобили советских времен. В ретроколонии Волги, Победы, Чайки, Москвичи, Жигули. Мчат по трём полосам на выезд из города. Ещё три полосы на въезд. Теперь Ворошиловский мост состоит из двух переправ. Их пропускная способность – 80 тысяч автомобилей в сутки, а было всего 19. Парадный въезд в город, конечно, Ворошиловский мост. Его история богата интересными деталями и подробностями. Говорят, здесь сделано рекордное количество фотографий. А ещё переправа связывает Европу и Азию. По одной из версий, граница между частями света проходит по реке Дон. Среди интересных фактов и технология, по которой возвели Ворошиловский мост в 60-х. Блоки переправы крепили строительным клеем. По меркам того времени технология была уникальной и применяли её впервые. Опыт показался инженерам удачным. И по примеру Ворошиловского построили ещё семь мостов в разных городах. Но самым стойким оказался именно Ростовский. Реконструировать его пришлось через полвека – в 2013-м. Стоимость строительно-монтажных работ – почти 6 миллиардов рублей. Часть средств поступила от системы Платон. Мы сразу говорим о том, что это путь в Новый Ростов. Потому что левая бережная зона города Ростова приобретает совершенно другое значение с точки зрения развития Ростова как столицы региона. Реконструировали мост рекордно быстро. За что и награждают строителей, министр транспорта страны и губернатор. Обновлённая переправа повысит безопасность движения и избавит южный въезд от пробок. С той стороны подходит федеральная трасса, так называемый южный подход к городу Ростову. Это тоже очень напряжённый с точки зрения трафика участок ростовщане. Да и гости донают, об этом все знают. И уже в этом году первый пусковой комплекс осенью будет сдан в эксплуатацию. Предстоит достроить ещё несколько эстакад и дорог. Полностью южный подъезд будет готов в мае 2018-го. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Продолжение следует...